всем привет и так шахматный марафон 31 марта 2004 года 1 финал меня на него пригласил главный спонсор мероприятия дмитрий валентинович кормушев еще пока я играл на турнире на чемпионате уфу если быть точнее за 10 дней шахматный марафон это мероприятие которое придумал еще девяностые годы директора стюшер 17 которое ныне называется интеллект адабаш анатолий григорьевич и я очень рад что валентин кормушев нынешний директор шахматной школы интеллект и его сын дмитрий валентинович возродили это мероприятие там по 200 человек играют каждую субботу и 1 квартал они проводят финалы финал отбирается 11 человек и 5 человек добавляется по приглашению контроль 8 плюс 3 все места призовые я помню в первых марафонах у нас были на как бы была нокаут система в финалах это тоже было прикольно интересно участвовали госминистры ваулин росковский одно сейчас да вот михаил виталий улыбин вот то есть было 11 отобравшихся человек и 5 человек по приглашению я михаил виталий улыбин игорь ильич лысый артем пингин и и кто-то еще вот сейчас не вспомню кто но в общем это не имеет значения или 12 человек было отобравшихся вот важно что все места призовые очень приятно что призовой фонд реально хорош то есть первый приз 60 тысяч 2 45 3 30 последние четыре по две с половиной то есть ну для однодневного турнира все достаточно великолепно и так вступление немножко затянуто вы немножко это вы так меня извините за это вот но важно было рассказать именно об этом турнире что это такое какая история вот теперь по своему выступлению я 8 часов 30 минут утра сел за баранку в тюмени и где-то в час небольшим добрался до гринвича там чуть-чуть перекусил и к двум часам пришел приехал во дворец шахмат который сейчас называется душер интеллект играть после четырех с половиной но практически пяти часов дороги было ну как бы выглядит это странным и в предыдущие разы я просто сколько вот не ездил во время ну если приезжал перед началом турнира то по сути вас в чаще всего был спонсором мероприятия раздавал свой рейтинг здесь с первого тура все пошло по-другому в первом туре я играл с константином чикаревым он у меня периодически отнимал очки раньше когда я участвовал в турнирах и в общем здесь давайте фотках его у меня по моему не нашлось вот значит вот вы видите состав это второй тур уже начался значит я решил разыграть староиндийскую защиту но константин выбрал линию с ходом конь c3 тоже когда-то так играл здесь интересно слоны в пять например пойти или ну против меня гроссмейстер юрий крупа на одном из аэроплот опенов мемориалов чегорина играл d5 здесь партия должна быть прокомментирована можете посмотреть у меня на канале я сыграл конь c6 отход мне нравится d5 коня 5 пешку d5 мы будем удалять потом c6 ну а конь при случае готов идти на c4 е4 c6 естественно h3 ну слон c8 считается туповатым в подобных структурах поэтому как бы белое не дают ему выскочить наши четыре здесь я взял cd движок говорит что интереснее ход b5 ед слон d7 и хочу сыграть ладья c8 или даже ферзь c8 напасть на h3 коня на c4 закинуть и начать наступление на ферзи вам b5 при этом черном надо с удвоенным вниманием следить за пунктом c6 после хода b7 b5 то есть объективно у белых поприятней позиция такие люблю играть больше белыми то есть здесь неаккуратный ход конь е2 конечно после конь d4 черным намного сложнее проявлять активность то есть ну первое 7 надо защитить аккуратный ход а4 не позволяет сыграть b7 b5 хотя здесь у черных появляется идея связана с проведением при случае е5 ферзя на b6 то есть контр игра есть коль на опять не так плохо как об этом говорил тараш когда он едва немножко на мой взгляд не лучшее решение хотя движок одобряет и считает что здесь у белых поприять слоны в 5 ну вот чувствуется что роман юрич не выспался и подустал после конь d4 слоном приходится уходить на d7 черные потеряли два важных темпа и сейчас белые если поставят еще и пешку на c4 может оказаться что черным будет некуда ходить повезло вместо этого последовало c3 и мне удалось вытащить слона на и 4 позиция все равно похуже например есть ходы g4 а с 4 у белых весьма симпатичная слон е3 неаккуратность потеряли белое два темпа и здесь надо было им ходить слон c1 то есть черные потеряли два темпа белое два темпа то есть такие такие качели а после слон d4 но движок говорит что надо было сразу взять на b2 и на ферзь b3 вернуться конем на c4 не опасаясь с угрозной где-то взять на d5 не опасаясь слон бьет f6 потому что у нас есть вот и еф дает перевес слона защитили и есть вот слон бьет f3 что нравится движку еще больше слон бьет g7 слон бьет g2 то есть слабая пешка c3 пешка d5 тоже не очень я сыграл хуже я взял на f3 сразу и после и он мог взять ферзю с равной игрой после слон бьет f3 ферзь бьет b2 конь бьет b2 ферзь b3 конь c4 у черных позиция лучше потому что пешка c3 слабо пешка а2 тоже преимущество двух слонов значения не имеет и что меня особенно радовало в этой позиции это то что на поле c6 белый конь прискакать ближайшее время не может отсюда аккуратное решение ферзь c8 разменяли ферзей и меняем все лишние фигуры движок настаивает на немедленном коня 3 мне нравится ход конь е8 конь е2 и теперь коня 3 конь лезет на c2 или на b5 и черная да сейчас сильный ход король е8 защитили пешку е7 фишка в том что вот коль белых могут попасть на c6 но на конь c6 последует вилка черные заберут качество потом подорвут е6 и если надо будет вообще съедят на c6 и сыграют d5 если надо будет а после ладья c1 у черных образовалась лишняя пешка на а7 я решил не отдавать ладья бьет е7 плохо из-за ладья бьет c6 и потом пешка ладья c6 потеряется белый король слишком далеко от места игры конь c7 конь бьет а7 ну и черные просто пошли съедать пешку d5 в этой позиции обязательным для белых был ход коль бьет пять со сложной игрой в шпиле белых очень опасная проходная она дает им серьезную контр игру то есть ладья c5 ладья а8 король g7 ладья b8 ну понятно что черным играть проще у них какая-никакая лишняя пешка но движок настаивает что белым гарантированно равенство константин взял на d5 и вот эта позиция оказалась уже проигранной конь а7 просто не выбирается ладья c7 a6 и я сыграл здесь самый простой ход король е8 с идеей король d7 я пошел е6 и мне казалось что оценка не поменялось на ладья b1 ладья опять теряется пешка а6 и после ладья b7 кони в 6 еще один ну уже оценка минус четыре с половиной последовало конь б6 шаг и белая сдались так как следующим ходом черные ходят ладья b1 вязка не то есть первая партия была такая разминочная мой противник тоже разминался и в общем-то мне повезло так давайте опять запустим шоу вот вот это слайд шоу вот мой противник на экране из второго тура во втором туре я играл белыми с аргиштом восканьяном на первом на чемпионате урфо я обыграл его черными здесь предстояло сыграть белыми значит белыми аргишт решил выйти против меня в боевой дебют голландская защита система или наш невского ой наш невского это я игра виноват ленинградский вариант ленинградский вариант считается самым серьезным огромный вклад в его развитие внес владимир павлович молонюк в этой позицию черных три основных хода c6 конь c6 и ферзь е8 против меня 99 процентов играют ферзь е8 также пошел аргишт у белых два хороших хода считается что ладья е1 и д5 дают стойкий плюсик я сыграл конь д5 линия которая мне понравилась еще в прошлом веке в декомпьютерную эпоху после разменов белый конь собирается идти на е6 но у них проблемки с пешкой конь же 5 c6 ну и здесь надо играть очень энергично белым мы видим пешка д5 уже под прицелом поэтому а4 ферзь b6 и слон е3 укрепили пешку d4 черные естественно доделают вот по первой линии а6 и начинают пешку е6 грызть то есть они хотят сыграть коня 6 конь c7 или там ферзь c7 ферзь d6 есть вот ладья f6 от белых требуется энергичная игра что мы видим по структуре на ферзь его фланги структура прям подходящая для атаки пешечного меньшинства поэтому ферзь d2 еще точнее было немедленное b4 и после короля 7 b4 b5 до белые потеряют пешку но вскрывают линию бэн пешка c6 слабая пешка е7 слабая ключевую роль в моих замыслах должен был сыграть слон же 2 который пока что упирается в черные пешки движок говорит что несмотря на то что у белых нет пешки оценочка плюс один в их пользу да вот вы видите на переднем плане сейчас на фотке справа мой противник из первого тура константин чикарев конь d7 он хочет попасть на c4 это этого мы позволить не можем опять кони в 6 и начинаем давить на слабые пешки здесь движок говорит что с давлением роман юрьевич чуток не угадал надо было сразу же идти слон f4 вести его на е5 а то и на b8 за пешкой а7 я сыграл аккуратно h3 против конь g4 перевес не выпущен конь е4 здесь хорошим ходом было взятие на е4 и с дальнейшим давлением на слабые пешки вполне нормальный движок считает что это хорошо но я повел слона g5 до слон c7 на слон b8 было бы слон бьет d4 и здесь аргиш потерял нить игры он ушел ладья c8 после чего я бесплатно давлю на пешку c6 слона на c7 съесть невозможно напасть на него тоже слон f6 еще один аккуратный ход е3 радует что это первая линия движка король же 6 но и тут я решил что пора отнимать материал движок настаивает что пока что стоило сыграть а6 я нет нет уже передумал дайферс а4 первая линия пешка c6 висит после c5 dc у черных два хода до 4 и конца 3 но до 4 я вообще не понимаю почему это первая линия у нас очень но линия прикольная смотрите до 4 е.д. конца 3 напали на ферзя и на вилку ладья бьется 3 ферзь е1 король ушел ферзь бьет c3 огромный вопрос нашел бы роман юрич быть здесь первую линию или нет первая линия такая слон д6 брать нельзя из-за ферзь f7 с матовой атакой ферзь d7 с матовой атакой а после ферзь бьет d4 ладья бьет на е7 и белые отыгрывают качество сохраняя мощнейшую пешку проходную ну или а или аргиш сыграл конца 3 после размена так движок настаивает что ферзь d1 было максимально жестким ну до такого уровня роман юрич еще не дорос чтобы играть 1 1 таких позициях напал нанес вилку напал на слона и на пешку d5 дальше вот несмотря на движок настаивает на том что слон b6 немедленно выигрывает партию на было где бьет b6 и белая собирают очень много иначе теряется на 7 ну нет я конечно просто взял на и 5 и и после c6 у белых совершенно выигранная позиция то есть меняться на б7 черные не вправе пешки неизбежно пройдут а после стоять на месте тоже очень плохо так здесь сразу заканчивала партию по мнению движка c7 я сделал ход не попадающий в пару первых линий но не меняющий оценки позиции чем хорошая позиция белок они могут делать что угодно черные ладьи застыли на восьмом ряду вот я вскрыл белые поля рядом с черным королем и партия должна была закончиться очень быстро король же 7 ферзь d4 шах король не может никуда отойти на король же 6 шаг слон е4 размен ферзей теряется ладья на c7 ну а после е5 ферзь е4 слон переходит на другую диагональ самым четким тут было ферзь d5 по мнению движка но я сыграл слон d3 это же партия быстро заканчивается здесь я не поднял немедленная ферзь и шиша к сожалению сделал такой плановый ход слон е4 потом заметил что могу дать шаг мог дать шаг на g6 ну и тут так как у черных нет ходов совсем партия закончилась так король же 3 ладья c7 ферзь и 6 и мой противник сдался потому что теряет ладью ну ферзя там не знаю все теряет вот вторая партия показала что я в неплохой форме она мне понравилась и в общем-то я начал разыгрываться в третьем туре я играл черными с артемом пинген и этот молодой человек обыграл меня на чемпионате уральского округа и мне страшно хотелось победить ну где же еще побеждать артема как не в каракане так давайте поменяю каракан е5 слоны в 5 аж 4 эта линия доставляет все больше и больше забот черным обычно я играл ферзь b6 но думаю наверняка я к этому артем отлично готов и здесь я пошел ферзь c7 основные коды значит здесь а5 а6 и ферзь b6 но на g4 я хочу пойти слон d7 и потом играть такую французскую спешками g и аж ферзь на c7 вообще стоит более-менее слон е3 здесь конечно надо было ходить h5 h5 уже пора слон с c1 вышел на е3 то есть мы не опасаемся его появления на g5 вот но я сыграл по-боевому мы же победить хотим тут был прикольный ход кольца 3 с неясной игрой артем взял dc и началась такая заруба g4 слон е4 напали на ладью f3 тут роман юрьевич проявил незавырядные тактические способности взял на е5 fe и напал на слона первая линия но артем тактик намного более изобретательный оценка этой позиции плюс 1 и 3 в пользу белых то есть у черных лишнее качество но ферзь на f1 не имеет ни одного хода при этом одна из идеи белых привести коня на g3 поэтому коня в 6 ходить надо кстати еще пограшивает слон g1 и потом слон g2 поэтому три ноля то есть надо срочно совершает развитие и движок настаивает на том что слон g1 вы немедленно выигрывает но не то чтобы выигрывает а два с половиной в пользу артем не будем терять объективность конечно у белых здесь две фигуры против ладьи но тем не менее мне кажется у черных есть основания для оптимизма мат они еще не получили пара пешек в центре дают какие-то надежды предполагать что все не так мрачно как рисует движок вот но артем сделал длинную рокировку великолепный ход коль d5 был вместо этого последовала е5 но я хочу развиться взять на c5 дальше артем опять же играет по первой линии я считал что а ну вот здесь он не поднял сильный ход ферзь е4 с угрозой с массой угроз на самом деле слон c4 потом слон бьет d5 и слон бьет c6 да это наверное заканчивая ключевая угроза слон c4 но он сыграл коль бьет е5 естественно конь е3 не пуская там ферзя на е4 слона на g2 и защищая коня на c6 вернули артему качество и здесь вместо коль бьет d1 и оценочка плюс-минус столбик всего лишь а нет уже даже плюс равно то есть коль бьет d1 со сложной борьбой роман юрьевич решил выиграть ферзя сыграл d3 что под цвет нот напомню контроль у нас 8 плюс 3 под цвет нот оказалось для артема очень неприятно здесь сразу выигрывала ферзь h5 и никакого ферзя роману юрьевичу белое не отдавали но последовало принципиальное ферзь бьет е3 и за ферзя у белых три легкие фигуры но наш 8 ведь надо теперь их 3 теперь простую слон бьет а7 по мнению движка дает белым великолепные шансы на победу но кстати оценочка не такая большая всего плюс один а в цвет ноте ферзь на пустой доске посмотрите насколько сильной фигурой оказался белое сыграли слабо слон е2 напали на ферзя я взял наш 4 и сделали еще грубую ошибку слон d4 после этого перелет уже у черных на g7 не висит из-за ферзь бьет g5 шах поэтому ладья е8 черным срочно нужно разменять ладьи вот моё было мнение движок говорит что роман юрьевич не соображает надо было бить на g5 играть король бы 8 и проводить пешки аши же но мне казалось что если мы смахнем ладьи то провести эти пешки будет проще мишку не нравится что пешку же 5 мы еще не отняли ему кажется что мы можем и не отнять при правильной игре белых фонах 3 шах король b8 потом взяли на е1 и король c2 ну не знаю все равно чем черными играть проще а после того как белое сдали на g5 конечно черный ферзь тут перемешивает их фигуры как хочет то есть какие-то шаки белые могут ставить и в общем-то их фигуры еще даже выглядят активными но с проходными бороться невозможно и да король на а8 очень надежно ушел от всех шахов даже если коль придет на c7 ну выйдет тогда король в центр и после ферзь бетов 1 белая сдались то есть вот так вот я неожиданно стартовал 3 из 3 вот и на этом первую часть давайте пролистаем чуть-чуть фотки на этом первая часть ролика закончится вот я уже играю на первом столе видно игорь и лично третьем вот и вот меня награждает табличка получилась обрезанной немножко сожалению на этом фото не видно ни меня ни игре лично но вот вам не обрезанная табличка итоговый результат семь с половиной из девяти напомню контроль 8 плюс 3 даже после пяти часов дороги оказался вполне нормально всем спасибо скоро выйдет ролик с рассказом про третий про четвертый шестой туры